Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы открываем очередную серию наших коротких обзоров, куда смотреть при покупке подержанных автомобилей. И темой нашей сегодняшней видео шпаргалки будет Toyota RAV4 третьего поколения. В данном случае у нас с вами автомобиль 2010 года выпуска. Это второй рестайлинг данного кузова. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем, вариаторной коробкой передач и полным приводом. За те многие годы, которые Toyota RAV4 присутствует на российском рынке, в том числе официально, этот автомобиль снискал себе славу машины, которая практически не требует никаких вложений, абсолютно не ломается, является совершенно надежной. Однако это не значит, что подержанный экземпляр можно покупать просто с закрытыми глазами. А куда именно смотреть, на что обратить внимание, мы сегодня и поговорим. Первичный осмотр автомобиля, конечно, начнется с кузова. И вопрос, который прежде всего волнует человека, ищущего себе машину на авторичке, машину в возрасте, это как хорошо кузов сопротивляется ржавчине. Применительно RAV4. Первые экземпляры разменяли уже по 15 лет, потому что машина выпускалась с 2005 года. И надо отметить, что несмотря на стандартный для японцев слой окраса в 140 микрон толщиной, данный автомобиль очень хорошо сопротивляется коррозии. По сути, по кузову у этого автомобиля есть только пара проблемных мест. Первое – это кромка капота, которая может начать ржаветь, если своевременно не подкрашивались, не залечивались сколы на лакокрасочном покрытии. Однако это встречается не повально и не часто. И второй момент – это пятая дверь. Смотрите нижнюю кромку пятой двери, и с ней связана еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание при осмотре. С годами и все возрастающим количеством циклов открывания-закрывания петли пятой двери на RAV4 имеют свойство ослабевать и провисать. Дверь провисает. Соответственно, при осмотре обратите внимание, чтобы пятая дверь у вас нормально открывалась, фиксировалась стопором в промежуточных положениях и закрывалась на место. Петли придется либо регулировать, либо, если они просели, менять. Также из-за просевших петель пятая дверь может громыхать на неровностях дороги. Отличная сопротивляемость RAV4 коррозии продолжается ровно до тех пор, пока автомобиль не был хорошо ударен и после этого кустарно восстановлен. Поэтому при осмотре кузова обращайте внимание на то, был ли автомобиль в ДТП и насколько сильно. После поверхностного осмотра кузова обязательно сверьте ВИН-номера автомобиля и номер двигателя с данными в ПТС. На RAV4 третьего поколения ВИН-номер продублирован дважды. Первый ВИН находится на маркировочной табличке на средней стойке за водительской дверью. Второй ВИН выбит на полу кузова. Чтобы его увидеть, вам надо будет отодвинуть переднее пассажирское сидение до упора назад и снять пластиковую защиту, прикрывающую ВИН. Номер двигателя на двигателях серии 3ZR располагается на отливе на блоке цилиндров под головкой блока с левой стороны, если стоять лицом к передней части автомобиля. Чтобы его увидеть, никакой специнструмент вам будет не нужен, достаточно фонарика. На автомобилях, оснащенными двигателями 1AZ и 2AZ, номер двигателя выбит в несколько в другом месте. Чтобы его увидеть, вам также не понадобится никакой специнструмент. Берете фонарик и светите между кожухом защитным выпускного коллектора и патрубком системы охлаждения. Переходим к осмотру подкапотного пространства RAV4. Подкапот этих автомобилей, не считая дизелей, которых официально на нашем рынке не продавалось, а также американских версий, где мог быть 3,5-литровый V6 от Toyota Camry, устанавливались, по сути дела, три силовых агрегата. Это 2-литровые и 2,4-литровые моторы серии 1AZ и 2AZ, которые различаются между собой только ходом поршня, соответственно, рабочим объемом. И, как в нашем случае, здесь стоит мотор 3ZR FE. Мотор появился в 2008 году, на RAV4 он пришел в 2010 вместе с третьим рестайлингом. И только на короткобазной версии. Двигатель этот здесь агрегатирован с вариаторной трансмиссией. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что вопросов к работе вариатора на RAV4 нету. Равно как, по большему счету, вопросов нет ни к 5- и 6-ступенчатой на третьем рестайлинге механике, ни к автомату на версиях 2, 2, и 4. Регламент замены технических жидкостей в коробках. Вариатор 40 тысяч километров замена с фильтрами. На коробке автомат масло необходимо менять хотя бы раз в 60 тысяч километров для его долгой, бесперебойной работы. Что собой представляет 3ZR FE? Это рядная четверка. Блок цилиндров здесь выполнен из алюминия. Привод ГРМ на этом моторе цепной. Цепь достаточно прочная, спокойно выхаживает 200 тысяч плюс километров. Особо не требует вмешательства. Единственное, на что, возможно, он попросит обратить ваше внимание, это износ муфт фазовращателей. Здесь их два. На 3ZR, в отличие от AZ-ной серии, Toyota поставила фазовращатель как на впускной, так и на выпускной вал. Соответственно, раз в 150 тысяч километров пробега, внимание к себе могут потребовать как раз-таки изношенные муфты фазовращателей. Они обозначат себя возросшим шумом работы двигателя на средних оборотах. Муфты меняются, и вы катаетесь дальше. В том, что касается каких бы то ни было течей технических жидкостей, подтеканий, текущие прокладки клапанной крышки на двигателях ZR, так же, как и на AZ-ной серии, достаточно редки. Чаще встречается запотевание либо подтекание масла по лобовине двигателя, как правило, с задней стороны. Так же может подтекать сопливица натяжитель цепи. В этом случае необходимо будет поменять резиновое уплотнение. И сами клапана VVT-i. То есть на старых моторах серии AZ там один клапан VVT-i, соответственно, одна прокладка, здесь клапанов два. И для AZ и для ZR моторов характерной особенностью является несколько большая по сравнению с аналогами вибрация на холостых оборотах. Если в этот момент обороты двигателя просаживаются у вас, вы стоите на дэшке, обороты 500-600, и двигатель потряхивает, вибрирует, зачастую все сводится к промывке топливной системы, промывке форсунок и чистке дроссельной заслонки. К загрязнению дроссельной заслонки и AZ, и ZR достаточно чувствительно. Следует также обращать внимание, как при осмотре на состояние системы охлаждения. Так и при последующей эксплуатации следите за состоянием термостата, патрубков радиатора, самого радиатора, а также помпы. Помпа изначально выхаживала порядка 70-80 тысяч километров, потом подлежала замене. Замена эта недорогая, но необходимая, потому что перегрев способен очень быстро добить как ZR, так и AZ. Блоки везде алюминиевые, грецы эти моторы категорически не любят. Что касается расхода масла на данных двигателях. 3-ZR в момент своего появления огорошивал некоторых владельцев с самого начала присутствующим расходом смазочных материалов. Проблема крылась в том, что изначально дилер заливал в эти автомобили масло вязкости 0,20. При переходе на масло вязкостью 30, 5W30, 0W30, расход масла, как правило, сходил практически на нет. Для более старых моторов серии AZ, то есть для 1 AZ 2-х литрового, для 2 AZ 2,4, расход масла может появляться и практически присутствует на всех машинах с пробегом свыше 150 тысяч километров. Однако справедливости для стоит отметить, что проблема чаще всего кроется не в самой поршневой с маслосъемными кольцами, а проблема кроется в маслосъемных колпачках, которые с возрастом и пробегом имеют свойство дубить. И если машина у вас утром при запуске слегка подымливает, а на прогретую вы, соответственно, никакого дыма не наблюдаете, скорее всего, может отделаться заменой маслосъемных колпачков и ездить еще долго и счастливо. И в завершение по самому мотору хотелось бы отметить следующее. Если вы смотрите RAV4 2005 по 2009 год выпуска, то есть с АЗ мотором старым, обязательно обратите внимание на следующий момент. Когда вы будете смотреть машину на подъемнике, посмотрите наличие течи по стыку головки блока цилиндров и самого блока, то есть прокладка ГБЦ. Один АЗ, два АЗ моторы до 2007 года имели проблему, связанную с тем, что при перегреве головку блока могло повести и, соответственно, вытягивались шпильки, крепящие головку блока к самому блоку. Срезалась резьба, так как блок алюминиевый. Процедура восстановления достаточно муторная и достаточно дорогая. Если вы смотрите машину, поднимаете ее наверх и видите, что явно присутствует течь с ГБЦ, от покупки такого автомобиля лучше отказаться. Достаточно автомобилей, где с этим моментом все в порядке. Глядя под капот RAV4 от третьей генерации, не пытайтесь найти здесь бачок системы гидроусилителя руля. Рулевая рейка здесь электрическая. Сама по себе проблема она не доставляет. Изначально срок службы рейки составлял порядка 70-80 тысяч километров. После этого она могла начинать подстукивать. Это было характерно для ранних серий автомобилей до 2007-2008 года выпуска. Потом эту проблему Toyota исправила. Даже если рейка у вас подстукивает, с этим стуком можно ездить. Ничего ужасного в этом нет. Но при покупке, конечно, лучше обратить на это внимание. Чисто эстетически приятного в этом мало. Переходим к осмотру на подъемнике. В целом подвеску Toyota RAV4 третьего поколения можно охарактеризовать двумя словами. Жестко, но надежно. При осмотре обращайте внимание на состояние сайлент-блоков. В первую очередь на сайлент-блоки передних рычагов. Передний и задний. Также при осмотре снизу обратите внимание на стуки в рулевой рейке. Как я говорил, то есть более характерно для машин ранних годов выпуска, но пробеги никто не отменял. И, соответственно, рейка может банально иметь выработку по пробегу. Когда вы смотрите автомобиль снизу, обращайте внимание на то, как выглядит двигатель. Обязательно посветите между подрамником и выпускным трактом. Обратите внимание на состояние того самого стыка головки блока цилиндров с самим блоком. Для АЗ-Моторов, для АЗ-Р проблема подтекания прокладки не характерна. Но запотевание лобовины двигателя, то есть крышки, прикрывающие механизм ГРМ, практически гарантированно будет присутствовать. Вмешательство данная патология не требует дообразования течи. Если при осмотре выбранного вами экземпляра RAV4 вы обнаружили люфт на нижних шаровых опорах, не спешите впадать в панику. На RAV4 третьей генерации шаровая опора меняется отдельно от рычага. И процедура достаточно бюджетная. Что касается такого узла трансмиссии, как крестовины карданного вала, то в отличие от туксонов, на RAV4 люфт крестовины встречается достаточно нечасто. Задняя подвеска у RAV4 третьей генерации многорычажная. Соответственно, там где есть много рычагов, есть много сайленблоков. Проконтролируйте их состояние. В первую очередь обратите внимание на передние сайленблоки задних продольных рычагов. Что касается пружин и амортизаторов, каких-либо проблем с проседанием пружин, как например на ЦРВ, либо на Outlander RAV4 не имеет. Однако срок службы компонентов в принципе стандартный. Порядка 70-100 тысяч километров до замены в зависимости от рельефа местности, где эксплуатировалась машина. Что касается системы полного привода, в отличие от RAV1 и 2-го поколений, которые имели постоянный полный привод, на третьей генерации Toyota от постоянного полного привода отказалась. То есть здесь мы имеем постоянно ведущий передок и заднюю ось, которая подключается при пробуксовке через вискомуфту. Вискомуфта мокрая, в кавычках, находится она в корпусе заднего редуктора. И с задним редуктором связан один момент. Завод-изготовитель установил регламент для замены жидкости в редуктора 40 тысяч километров. Как показывает практика, для редуктора переднего этот срок может быть даже немного увеличен. Ничего особо страшного в этом нет. Но задний редуктор RAV4, как и передний редуктор на Nissan Murano, отличается очень небольшим объемом заливаемого туда масла. Порядка 550 миллилитров. Соответственно, при эксплуатации следует обратить внимание на то, чтобы все сальники на редукторе, как сальники хвостовика, так и сальники приводов, в обязательном порядке были сухими. Небольшое количество масла позволяет легко его растратить через открывшуюся течь сальника и оставить свой RAV переднеприводным. Завершая разговоры о подвеске RAV4 третьей генерации, следует упомянуть об одной проблеме, которая связана с закисающими подклинивающими тормозными суппортами. Будучи владельцем RAV4, возьмите себе за правило с некоторой периодичностью, хотя бы раз в 20-30 тысяч километров пробега, смотреть на состояние своих тормозных суппортов и при необходимости разбирать суппорт, вытаскивать направляющие, смазывать, чистить, собирать обратно. Тогда проблема клина суппорта, приводящая к его последующей замене, минует вас с стороны. Какой итог в целом по автомобилю RAV4 третьей генерации можно подвести? Автомобиль действительно весьма надежен, здесь достаточно надежные, хорошие моторы, способные выходить больше 300 тысяч километров при должном обслуживании. Здесь ходовая часть, которая по большому счету не будет доставлять вам каких бы то ни было неприятностей. Но с RAV4 связан еще и репутационный момент, то есть автомобиль действительно стоит дороже всех своих одноклассников на вторичном рынке. Сразу хочу предостеречь вас от попытки купить RAV4 по низу рынка. Если вы не профессиональный реставратор и вы не хотите поднимать с колен убитый кем-то до вас экземпляр, обращайте внимание не столько на цену, сколько на техсостояние автомобиля. Ну вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки, ждем в комментариях те автомобили, которые вы хотели бы, чтобы мы вам также показали на подъемнике. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok